Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» осветили 16 июня 1706 года. Эту дату считают днём рождения Саровской обители. Первую деревянную церковь построили всего за 50 дней. Вместе с монахами трудились и жители окрестных селений. Жертвовали церковную утварь, иконы, ризы, богослужебные книги, колкала. А Иван Масленков, арзамасский посадский человек, подарил икону Пресвятой Богородице «Живоносный источник» в серебряном окладе. Пренастоятели Филаретии в 1748 году начали строительство каменного здания храма. Сначала с одной, а затем с пятью главками. В западном притворе находился фонтан, символизирующий собой живоносный источник. При раскопках в 2018 году там обнаружили канал для отвода воды. После 1845 года храм приобрёл свой окончательный вид. Церковь была отапливаемой, за что и получила название «Зимний собор». После закрытия монастыря храм использовали для хозяйственных нужд. В разное время здесь были магазин, столовые, общежития. В 50-х годах прошлого века храм взорвали. Летом 2018 года полностью расчитали фундаменты храма, чтобы восстановить исторический объект. Археологи обнаружили на этом месте много находок, которые относились к советскому, монастырскому и даже средневековому периоду. Одной из наиболее важных находок стали осколки мемориальной доски, которая была установлена на царском дворце. В память о посещении Николаем II Саровских торжеств в 1903 году по случаю канонизации преподобного Серафима Саровского. Доску восстановили в прошлом году и установили ее на историческом месте. У стен храма располагался некрополь, где хранили монашествующих и благодетелей монастыря. Археологи исследовали 21 погребение в могильных ямах и кирпичных склепах. Самая значимая находка – парное захоронение героя войны 1812 года генерала от инфантерии Бориса Полуэктова и его супруги Любови Гагариной. Он скончался в 1843 году в Варшаве. Борис Полуэктов был благотворителем монастыря, поэтому его тело перевезли в Саровскую пустынь. Торжественное перезахоронение генерала и его супруги состоялось в июне прошлого года. Монастырь начинался с храма Живоносного источника, но при возрождении обители его восстановили последним. Чин великого освящения храма и божественную литургию в нем совершил митрополит Нижегородский Ярзамаский Георгий. Ему сослужили игумен монастыря Никон, благочины Саровского округа, протеорей Лев Юшков и другие клирики Сарова и Нижегородской епархии. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.